Привет друзья! Сегодня на обзоре будет одно из самых лучших, а возможно и самое лучшее зеркало-регистратор на рынке. Лично я по совокупности параметров и возможностей лучше зеркала пока еще не встречал. Это зеркало от отечественного бренда TrendVision, модель MR4K. И уже из названия можно сделать вывод, что данное зеркало ведет съемку в разрешении 4K. И это действительно так. И 4K разрешение тут не интерполированное с более низкого, как бывает на многих аналогичных зеркалах, оно тут настоящее, высокого качества и с отличной детализацией, так как регистратор имеет на борту 8-мегапиксельный сенсор от Sony Starvis IMX415. Зеркало имеет просто огромный 11-дюймовый сенсорный дисплей, встроенный Wi-Fi модуль для настройки, просмотра и скачивания видеозаписей, есть возможность для подключения задней и внешней камеры, для фиксации дорожной обстановки позади автомобиля, а также для выполнения функции Parktronic для облегчения и повышения безопасности во время движения задним ходом автомобиля. А еще зеркало имеет GPS-модуль для возможности фиксации на записях скорости и координат движения автомобиля, а самое главное для реализации функции GPS-информатора. То есть зеркало по базе камер SpeedCam информирует о приближении к камерам фиксации скорости, стационарным постам и камерам наблюдения за перекрестками, ну и тому подобное. То есть данное зеркало не просто снимает дорожную обстановку, а снимает ее в высоком разрешении с двух камер, так еще и способно предотвратить возможные нарушения правил дорожного движения. В общем зеркало действительно очень интересное, давайте смотреть. Поскольку бренд TrendVision является отечественным, то и вся информация на коробке указана на русском языке. Тут же на коробке видим перечень основных возможностей данного зеркала, а также на задней его части основные технические характеристики, среди которых видим разрешение 4К основной камеры, на деле так оно и есть, в тестах мы это с вами и увидим, тот самый сенсор от Sony IMX415, процессор HiSilicon 3559, есть датчик удара, парковочный режим, SpeedCam, задняя камера, голосовое управление, но в принципе все это мы с вами и увидим в обзоре. Итак, по комплекту у нас следующее. Есть брошюрка с указанием координат техподдержки, естественно поддержка будет на русском языке, есть подробнейшая инструкция пользователя, как устанавливать, как подключать, как настраивать, все указано, причем тоже на русском, что очень хорошо. Далее видим само зеркало. Зеркало надежно защищено со всех сторон с пененом полиэтиленом, то есть при транспортировке не пострадает. Зеркало довольно увесистое и довольно большое, все же 11 дюймов это не шутка. Если автомобиль очень компактный, то данное зеркало может быть для него очень большим. Изготовлено зеркало довольно хорошо, так тут так называемое 2,5D стекло, которое имеет скругленные края, а толстый пластик имеет интересную структуру. Внешний вид зеркала, как сейчас принято говорить, зачетный. На нижней части корпуса расположились два микрофона и кнопка включения-выключения зеркала, она же отключает экран. На верхней части расположился мини-USB разъем питания, разъем для подключения задней и внешней камеры, слот для microSD карты памяти объемом до 128 гигабайт и разъем для подключения внешней GPS антенны. На тыльной стороне зеркала расположено крепление для фиксации этого устройства на штатном зеркале автомобиля. Как и на передней части, пластиковый корпус имеет интересную текстуру. Также тут расположились кнопка сброса параметров и объектив с внешним динамиком. Что касается объектива, то он тут не простой, а установлен он на шарнир, то есть его можно повернуть влево, вправо, вниз, вверх, а также произвести поперечный наклон. Это нужно для того, чтобы водитель имел возможность регулировать зеркало под себя, но при этом, чтобы объектив всегда был направлен на дорогу. Очень грамотное решение. Блок камеры немного выпирает из корпуса, но на деле это негативно никак не сказывается на установке, так как зеркало заметно шире штатного, а также объектив по-любому из-за штатного зеркала должен выглядывать. В общем, на штатное зеркало автомобиля Lada Vesta это зеркало встает без проблем. Никаких трудностей с монтажом не возникает. Единственное, что у зеркала является большим плюсом, это его большой размер дисплея, также является и минусом. В частности, при подъеме и отпускании козырька они цепляются об это зеркало. Ну а если вы ими не пользуетесь, или они у вас всегда в одном положении, то данный нюанс не проблема. Зато большое зеркало и большой дисплей очень сильно радуют глаз. Пользоваться действительно удобно и приятно. Далее по комплекту видим резиновые стяжки, необходимые для фиксации зеркала регистратора на штатном зеркале автомобиля. Есть также зарядник в прикуриватель. Зарядник тут довольно мощный, так как выдает 12,5 Вт мощности, то есть до 2,5 А тока при 5 Вольт. А также он способен работать в сетях 12-24 Вольта, то есть как в легковушках, так и в грузовиках. Есть в комплекте и выносной GPS-модуль, который для точного позиционирования, то есть для более уверенного приема сигнала спутников, лучше размещать где-нибудь на панели или же на лобовом стекле. А также есть та самая выносная внешняя камера. Камера имеет 6-метровый удлинительный кабель, а также красный сигнальный кабель для подключения к лампе фонаря заднего хода, для активации функции Парктроника. Камера тут стандартная, с разрешением Full HD, ничего сверхъестественного. А также к ней в комплекте есть набор крепежей в виде саморезов или двухстороннего скотча. Итак, при подаче питания зеркало включается и готово к работе. Зеркало имеет классический интерфейс. По умолчанию на экран выводится по минимуму информация. Это состояние записи, дата, время и логотип компании. Но при легком касании экрана появляются дополнительные пиктограммы и навигационные кнопки. Так тут отображается состояние микрофона, уровень заряда аккумулятора, а также состояние Wi-Fi точки доступа. Навигационными кнопками можно включить-выключить запись видео, сделать снимок трансляции, включить-выключить микрофон, сохранить 30-секундное экстренное аварийное видео в неперезаписываемую область памяти, а также зайти в настройки. Также есть и дополнительные функции, которые доступны при подключении задней камеры. На экран можно выводить как поток с передней камерой, так и с задней камеры. А также можно выводить оба потока одновременно. Переключение между камерами осуществляется свайпом справа налево. Таким образом, можно легко и быстро переключаться между камерами. Особенно удобно это будет, например, в дороге. Не нужно искать какую-то определенную кнопку, а достаточно просто провести пальцем по экрану справа налево, что можно сделать, даже не переводя взгляд на само зеркало. Конечно же, это удобно и, главное, безопасно. Но еще удобнее переключать камеры, даже не прикасаясь к зеркалу. Благо, тут это можно делать голосом, так как зеркало поддерживает голосовые команды. Передняя камера. Задняя камера. Все камеры. На деле же это вот прям нереально удобно. Не то, что взор переводить на зеркало не надо, так еще и руки к нему тянуть. Просто сказал, что ты хочешь, зеркало тебе это и выводит на экран. Хочешь посмотреть, что происходит позади автомобиля? Пожалуйста. Хочешь посмотреть одновременно? Пожалуйста. Вот это действительно мне понравилось. Реально очень удобно. Помимо быстрого переключения между камерами, есть и возможность быстрой настройки угла наклона обзора в левой части дисплея. Поскольку на дисплей выводится не вся картинка с камеры, а лишь ее часть, которая помещается на экран, то движением пальцев вверх или вниз можно увидеть недостающие части кадра. И это применимо не только к передней, но и к задней камере. По факту большого смысла в этой функции нет, и пригодится она всего лишь один раз при первой настройке камер после установки. Так как, например, при включении задней передачи и активации функции Парктроника, картинка с задней камеры выводится в полном виде на экран. Естественно, в немного сплющенном виде, но полноценная, без каких-либо слепых зон. То есть регулировки угла наклона тут и не требуется. В этом режиме мы видим полный кадр с задней камеры, а также парковочные линии, по которым довольно легко оценить дистанцию до приближающихся объектов. Есть еще и регулировка яркости дисплея. Производится она в правой части экрана. Днем можно сделать поярче, а ночью потускнее. Удобно. Ну а свайпом слева направо осуществляется переход в галерею на карте памяти зеркала для просмотра записей на ней. Тут можно смотреть записи как с передней, так и с задней камеры, а также по событиям. Все просто и понятно. Ну и пробежимся по настройкам. Их тут действительно много. Так тут можно выбрать длительность записываемых видеофайлов от одной до пяти минут. Можно включить-выключить запись звука, включить и настроить чувствительность датчика удара, активировать парковочный режим и также выставить его чувствительность. Для входа в этот режим необходимо вручную, удержанием кнопки питания, выключить зеркало до того, как заглушил двигатель, после чего зеркало выключается. Находится в спящем режиме и при ударе по автомобилю оно само включается. Работает от встроенного аккумулятора и производит запись короткого видеопроисшествия. То есть вся суть парковочного режима сводится к записи короткого видео после удара. Ни о каком непрерывном круглосуточном наблюдении на парковке за автомобилем речь не идет. Специального комплекта питания также не предусмотрено. Далее по настройкам можно указать госномер вашего автомобиля, который в итоге будет отображаться на записи. Есть возможность активации таймера отключения дисплея через одну или три минуты. Есть еще возможность выбора кодека сжатия видеопотока современной H.265 или же устаревшей H.264. Естественно пользоваться лучше современным. Также можно указать частоту вашей бытовой электросети для уменьшения мерцаний на ночных записях при искусственном освещении. В пункте режим USB можно выбрать как будет определяться зеркало при подключении к компьютеру. Как накопитель, как камера или же будет просто заряжаться. Можно отрегулировать громкость нажатия кнопок или же вовсе их отключить. А также отрегулировать общую громкость динамика и включить или выключить мелодию при включении и выключении зеркала. Далее видим пункт режим задней камеры. Если этот пункт активирован, то при включении зажигания и запуска зеркала оно будет запускаться не в том режиме, в каком было выключено, а в режиме задней камеры. То есть у вас всегда по умолчанию на экране будет картинка задней камеры. Для многих это удобно. Здесь эта функция присутствует. Это хорошо. Далее по настройкам можно сменить язык системы. Языков тут много, но нам главное, что есть русский. Также можно скорректировать дату и время, отформатировать карту памяти и произвести общий сброс настроек к заводским параметрам. Также у зеркала есть возможность активации функции и управления голосом. Команд не так уж много, но все они актуальные и главное на русском языке. Задняя камера. Передняя камера. Сделать фото. Выключить микрофон. Включить микрофон. Выключить дисплей. Включить дисплей. Защитить запись. Задняя камера. Передняя камера. Все камеры. Также в настройках можно посмотреть текущую версию прошивки зеркала. Скачать свежую и актуальную можно в любой момент на сайте производителя, ссылка на который будет под этим видео в описании. Далее можно посмотреть информацию по GPS сигналу. Естественно, в помещении GPS не ловит. Можно скорректировать часовой пояс и можно даже откалибровать показания скорости. Поскольку скорость зеркала определяет по сигналу GPS, то могут быть некие расхождения с фактической скоростью. Но тут в настройках это без проблем можно скорректировать. Также можно скорректировать предупреждение о превышении скорости и включить-выключить GPS-информатор. Тот самый Speedcam. Благодаря которому зеркало понимает текущее местоположение автомобиля, скорость и вектор его движения и оповещает водителя о приближении к камерам фиксации скорости. Стационарная камера 60 километров. Превышение скоростного режима. В общем, данное устройство и дорожную обстановку снимет, и штрафов поможет избежать. Очень интересный и полезный комбайн для водителя. И пару слов о работе зеркала со смартфона по Wi-Fi. Для этого на смартфон нужно установить соответствующее приложение, ссылка на которое есть в инструкции и даже в настройках самого зеркала. Приложение крайне простое. Тут можно смотреть как трансляцию с передней, так и с задней камеры, а также просматривать и скачивать фото и видеозаписи с карты памяти зеркала в память смартфона по Wi-Fi. Больше в приложении в принципе ничего и нет. Ну а теперь давайте посмотрим как снимает данное зеркало. Оценим качество его записей. Итак, видим, что на записях отображаются такие данные как номер автомобиля, который мы указали в настройках, GPS координаты и текущая скорость автомобиля, дата и время и логотип компании. Зеркало пишет два потока с обеих камер в разные файлы, отдельно для передней и отдельно для задней камеры. Друг на друга записи наложил уже я в видеоредакторе, так сказать, для наглядности. Итак, что можно сказать о качестве записей с передней основной камеры? Да то, что картинка тут просто отменная. Цвета насыщенные, засветов нет. Даже в такую яркую солнечную погоду динамический диапазон действительно широк, ведь матрица тут хорошая от Sony. Нет ни засветов, ни затенений, кадр ровный во всем диапазоне. Видимо, тут еще и очень хорошо отрабатывает встроенная функция VDR, расширение динамического диапазона. Особенно хорошо видно результат его работы, когда в кадре одновременно и очень темные, и очень яркие участки кадра. Например, при выезде из темного помещения на улицу. Даже в таких условиях камеры видят одновременно хорошо и там, и там. Дешевая матрица бы тут давно ослепла от яркого света, или же ушла бы в черноту, и кадр был бы безнадежно испорчен. Тут же матрица проявила себя просто великолепно. Картинка выше всех похвал. А наличие качественного сенсора производитель не обманул. Также в подтверждение этого факта говорит и детализация картинки. Производитель заявляет нам разрешение в 4К. Судя по записям, на деле так оно и есть. Итак, например, номера автомобиля начинают читаться на дистанциях 30-35 метров, что подтверждает эти заявления. Камера с разрешением даже в 2К не способна распознать номера на такой дистанции. То есть тут не цифровая интерполяция с более низкого разрешения до 4К, а настоящее, честное разрешение 4К. То есть тут все безобмана, что редкость в наше время. Если же заглянуть в метаданные видеозаписи, то тут также увидим информацию о разрешении в 4К, то есть 3840 на 2160 точек. И как мы убедились только что, эти показатели истинные. Причем разрешение передней камеры в 4К остается даже при подключенной задней камере, а не снижается до 2К, как на многих аналогах. Фреймрейт тут 25 кадров в секунду, хотелось бы побольше, хотя бы 30, но имеем, что имеем. Битрейт тут более 22 Мбит в секунду, что нормально для такого разрешения. Кодекс сжатия в настройках был выставлен H.265, в метаданных он же и указан. Все хорошо. В общем, основная камера тут действительно отличная. Я думаю, вы и сами все прекрасно видите. И напомню, что YouTube пересжимает загруженное видео, и качество записей хоть немного, но все же снижается. И чтобы вы могли оценить качество в первозданном виде, эти записи я размещу в облако, ссылка на которое будет под видео в описании. Там вы их сможете скачать и посмотреть на своих мониторах или телевизорах в исходном качестве. А вот записи с задней внешней камеры. Как сказал ранее, это обычные Full HD камеры, как на большинстве других аналогичных устройствах. Хотя некоторые производители комплектуют свои устройства HD камерами, тут же Full HD. Это, конечно же, хорошо. Чего-то сверхъестественного от этой камеры ожидать, конечно же, не стоит. Она просто фиксирует дорожную обстановку позади автомобиля, но делает это довольно хорошо. Тут также видна работа функции VDR. На более простых и дешевых камерах картинка в тенях стремится скатиться в черноту, а небо зачастую пересвечено. Тут же такого нет, картинка ровная, хорошо читаемая в любых условиях. Это опять же плюс производителю. Что же касается дистанции читаемости номеров, так считаться они начинают уже метров с 15 и 20, что даже как для Full HD камеры очень и очень недурно. Не каждая даже Full HD камера способна выдать такой результат. Это же может. В общем, данное зеркало хорошо снимает как спереди, так и сзади. Спереди настоящее 4K разрешение, а сзади уверенное Full HD. В общем, все, что производитель обещал, все тут есть и работает на отлично. А с учетом богатого функционала и возможностей, данное зеркало может стать просто палочкой-выручалочкой. Довольно хороший помощник для водителя. И давайте заглянем в метаданные видеозаписи из задней камеры. Как видим, разрешение действительно Full HD 1920 на 1080 точек, фреймрейт тут также 25 кадров в секунду, как и на передней камере, битрейт порядка 9 Мбит в секунду, что для Full HD довольно хорошо. И кодекс сжатия также современный H.265. Что же касается съемки в условиях недостаточной освещенности, то основная передняя камера естественно проявила себя с хорошей стороны. Светочувствительность сенсора в норме. Картинка не самая светлая, которую я видел, но явно выше среднего. Видимость очень хорошая. Единственное, как у любого регистратора, который находится на небольшом удалении от лобового стекла, а не сидит к нему вплотную, он видит нити обогрева лобового стекла, которые ночью дают весьма заметные искажения вокруг источников света, таких как фонари освещения или фары встречного транспорта. Если же у вас этих нитей нет, то данных искажений у вас и не будет, а если есть, то будет так же, как и у меня. Не критично, но знать об этом надо. Что же касается дистанции читаемости номеров, то она все так же большая, как и днем, но метров на 5-7 поменьше, что в принципе естественно, ночь все же. То есть метров с 25 зеркало номера уже видит, что довольно хорошо. Также понравилось, что на деле немаловажно, так то, что номерные знаки не засвечиваются под прямыми лучами света фар, чем грешат многие бюджетные сенсоры. Тут же такой проблемы нет, номер хоть в свете, фар хоть без, читаются всегда уверенно, а это очень важно. В общем, основная камера этого зеркала ночью так же хороша, как и днем. Замечательно. Что же касается задней камеры в тех же условиях, то она тут даже немного удивила, и чисто субъективно, на мой взгляд, она снимает даже чуть лучше, чем основная, естественно, без учета разрешения. У нее картинка более светлая, чем у основной, ну, возможно, просто потому, что она установлена снаружи автомобиля, но думаю, дело не в этом. Видно все, и видно действительно хорошо. Я думал, видно будет только фары машин и опоры освещения, а нет, видно почти как днем. В общем, задняя камера прям приятно удивила. А еще камера порадовала не только видимостью номерных знаков ночью, а еще и дистанцией. Они читаются минимум с 15 метров, и это в свете фар автомобиля, и видно номера просто отлично. В общем, это одна из лучших внешних камер, которые я видел. Как для задней камеры, это просто отличные показатели. Картинка отменная. В общем, зеркало действительно получилось отличное. Две камеры с хорошей картинкой, есть GPS-информатор, который предупредит о камерах, и функция Парктроника делает это зеркало просто незаменимым помощником для водителя. Но в этой большой бочке меда все же присутствует маленькая ложечка дегтя. Так, например, при включении задней передачи при выключенном дисплее зеркала он сам включается, помогает сдать назад, но по логике бы ему отключиться после выключения задней передачи. Но этого не происходит. Приходится ехать дальше с отключенным дисплеем или же выключать его вручную. То же самое происходит при информировании о камерах. При подъезде к камере экран сам включается, чтобы подупредить водителя. Ночью это мешает. А еще у дисплея нет автояркости в зависимости от освещения. Было бы полезно и удобно. Но благо все эти нюансы легко можно исправить программно. Надеюсь, с выходом свежей прошивки производитель пофиксит эти вопросы. В остальном же зеркало просто огонь. Фиксирует дорожную обстановку как спереди, так и сзади. Имеет высокое разрешение 4К основной камеры и, как мы убедились, разрешение настоящее. Это не интерполяция. Поддерживает голосовые команды, которыми реально пользуешься при эксплуатации зеркала, чтобы не отвлекаться, да и не марать зеркало пальцами для выполнения той или иной команды. Достаточно ее просто произнести. Особенно полезно для переключения между потоками с передней на заднюю камеру и обратно. Есть GPS-модуль и, что немаловажно, GPS-информатор, который по базе камер Speedcam всегда предупредит о засаде и превышении скоростного режима, то есть в итоге бережет карман водителя. А главное, не давая разогнаться, поможет избежать дорожно-транспортного происшествия, сохранив тем самым жизнь и здоровье, а не это ли главное? Зеркало не дешевое, но оно того стоит и свои деньги отобьет быстро, помогая не въехать задним ходом в другую машину или не попасть под камеры и не нарваться на штраф. Ссылка на это зеркало будет для вас, как обычно, под этим видео в описании. Переходите, смотрите, заказывайте. А также рекомендую посмотреть другие мои видосы на канале. Что-нибудь интересное для себя обязательно там найдете. Приятного вам просмотра. Пока-пока.